МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир ТВ 21+. Продолжает программа «Деловая среда» в студии Пётр Широбоков. Совместное предприятие Норникле и Росатома получило право на разработку «Колмозерского месторождения». На одном из крупнейших месторождений лития в России в Колмозерском начнется добыча. Разработкой займется полярный литий, совместное предприятие Норильского никеля и Росатома. Планируется, что к 2030 году здесь будут выпускать около 45 тысяч тонн карбоната и гидроксида лития в год. С учетом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро. Партнерство с Росатомом обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли. Месторождение обнаружили в 1947 году. Правда, до последнего времени особой потребности в добыче полезных ископаемых не было. Литий закупали у крупнейших стран-производителей – Аргентины, Чили и Китая. Из-за западных санкций латиноамериканские партнеры приостановили импорт сырья в Россию. А объемов дальневосточного экспорта, по мнению специалистов, недостаточно для российского рынка. Освоение месторождения даст возможность создать первое отечественное производство литий, содержащего сырья. И в конечном итоге полностью российское производство высокотехнологичной продукции в виде тяговых литий-ионных батарей. Кроме накопителей энергии, литий используют в ядерной энергетике, металлургии, при создании стекла и даже в производстве некоторых медицинских препаратов. Норникель провел предварительные консультации в формате рабочей группы с представителями организаций коренных малочисленных народов Мурманской области и оленеводческими предприятиями Лавазерского района. Тема беседы – проведение этнологической экспертизы в связи с перспективами разработки крупнейшего месторождения лития в России. Представители коренных организаций СААМИ высказали свои предложения и рекомендации по вопросу проведения этнологической экспертизы проекта. Компания подтвердила намерение в ближайшее время собрать и верифицировать всю возможную информацию о характере и масштабах традиционных промыслов, о сакральных местах. Исследования будут выполняться с привлечением ведущих научных институтов и в сотрудничестве с коренными народами на всех этапах работ. Для компании важно учесть и минимизировать все возможные негативные последствия реализации проекта для коренного населения, как экологические, так и социальные, а также разработать и согласовать комплекс компенсационных мероприятий, нивелирующих негативное воздействие. Нурникель объявил аудированные, консолидированные финансовые результаты по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год. Президент Нурникеля Владимир Потанин так прокомментировал финансовые результаты. Несмотря на все риски, связанные с геополитическими вызовами, мы намерены продолжать реализацию нашей долгосрочной стратегии развития, исполнения всех социальных обязательств и финансирования мероприятий, направленных на повышение надежности основных фондов и снижение воздействия на окружающую среду. Полная версия отчета доступна на сайте компании Предпринимателям Мончегорска и Печенского округа рассказали о мерах поддержки и частых ошибках при подаче заявок на гранты. Встреча прошла под заглавием «На общей орбите». Это продолжение проекта «Деловой клуб социальных предпринимателей», который поддерживается благотворительной программой «Мир новых возможностей» компании «Нурникель». Сегодня благодаря тренингам и учебным программам предпринимательское сообщество регионов, где работает компания «Нурникель», научилась грамотно упаковывать свои бизнес-идеи. Теперь настало время всерьез заняться повышением финансовой устойчивости. И компания это понимает, и у компании достаточное количество конкурсов и возможностей на территории. Она предлагает предпринимателям беспроцентные займы и так далее. Есть некое ядро, которое составляет человек 30 примерно с обоих территорий, и большая часть этого ядра – получатели поддержки от компании «Норильский никель», получатели беспроцентных займов. И займы они эти отдают. Вот что хочу отметить, а если отдают займы, значит, есть с чего отдавать. Поэтому вот этот факт, мне кажется, что достаточно важный. Не только я хочу, но и все участники хотят, чтобы предприниматели, получатели или не получатели поддержки компании на территории ее присутствия в Мурманской области, то есть в Манчегорске и в Печенском округе, понимали, что они, в принципе, на общей бизнес-орбите находятся и сотрудничали друг с другом, создавали общие цепочки продуктов, услуг и так далее. Вот такой выдалась наша версия заметных деловых новостей недели. С вами был Петр Широбоков. Удачи в делах и хороших вам бизнес-проектов. Субтитры подогнал «Симон»!